Если вы вдохнёте прохладу воздуха, как она в вас проникнет? Неврологически это распространится почти мгновенно, но за пределами вашей нервной системы существует другая система. Как только приятное ощущение проникнет глубже, то пребывание в блаженстве станет нормой. У большинства людей проблемы с тем, чтобы познать немного спокойствия или радости в своей жизни. Почему большинство людей не способны превратить их в своё постоянное качество? Было сделано очень много философских заключений, но давайте рассмотрим это с технической точки зрения. Почему не получается что-то настолько простое? Как в нас проникают всежизненные переживания? Если вы вдохнёте прохладу воздуха, как она в вас проникнет? Неврологически она распространится почти мгновенно. Если вы едите или пробуете что-то приятное, видите что-то приятное или слышите что-то приятное, по сути, первым это затрагивает ваше чувственное восприятие. Далее, почти мгновенно, нервная система передаёт ощущения в ваш мозг и создаёт приятное или неприятное переживание. Будет ли переживание приятным или неприятным, определяется не только внешним воздействием. Частично — да. Но это также зависит и от того, как вы ощущаете себя в данный момент. Если вы расстроены или встревожены, и кто-то включает приятную музыку... Да или нет? Кто-то включает очень приятную музыку, и это приводит вас в ещё большую ярость. Мы должны понять, что здесь есть два аспекта. Первый — это природовоздействие. Второй — это то, какими мы являемся прямо сейчас, что означает, каковы наши ощущения, какова ваша самскара, какова ваша кармическая субстанция. Когда всё находится в сотрудничестве и возникает приятность, то, увидев утренний рассвет вместо раздражения, «О, Боже, ещё один день!», вы подумаете, «Ух ты, красиво!» Как же это прекрасно! тогда это хорошо. Потому что, когда внешние факторы касаются органов чувств, отсюда нервная система распространяет ощущения почти мгновенно, и создаётся переживание. Но за пределами вашей нервной системы существует другая система — пранамая коша, которая так же сложна, если даже не сложнее, чем нервная система. но она движется, я бы сказал, как минимум сто раз медленнее, чем нервная система. если вы удержите приятное переживание, которое происходит на уровне нервной системы из-за восхода солнца, обычно это происходит так «Ух ты!» или как-то ещё. большинство людей не задерживаются в приятности происходящего опыта, они перескакивают с одного на другое. Если вы удержитесь за определенную приятность на уровне нервной системы, я пытаюсь разделить эти два аспекта из-за отсутствия терминологии в английском языке. Скажем, вы наблюдали за восходом солнца и на мгновение испытали восторг. Это момент неврологической или сенсорной приятности. для того, чтобы это переживание стало частью вашей жизненной энергии, вам нужно его удерживать. Вам нужно удерживать это переживание. Вы должны суметь остаться с ним, потому что эта система, по крайней мере, в сто раз медленнее. Из-за отсутствия точных измерений, я говорю, по крайней мере. Так что, если вы сможете удерживать любое приятное переживание в течение 24 минут, будь то восприятие, вкуса, запаха, зрения, слуха, если вы сделаете это для себя, то как только приятные ощущения на уровне нервной системы попадут в броническую систему, пребывание в блаженстве станет нормой. Если вы задержитесь в своем чувственном опыте, это станет вашим качеством. Блаженство — это не что-то, что вам нужно делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok